здравствуйте доброе время суток и мир вам с вами программа тема дня на канале это он тиви и я ее ведущий давид эйдельман на днях газете гаарец были опубликованы сведения перевод вы можете прочитать на сайте информационного агентства детали что количество репатриантов прибывших из изра в израиле из россии а также потенциальных репатриантов оттуда же за последние два месяца намного превышает количество репатриантов и потенциальных репатриантов из украины в связи с чем газета спрашивает и удивляется почему в израиль едет больше из страны развязавшей войну они из страны на территории которой идут боевые действия с этим вопросом я обращаюсь главному ученому министерства абсорбции моему хорошему знакомому за его ханину здравствуйте заев добрый день давид приветствую всех пользователей вашего канала вот как главный ученый как профессор имеющий сведения вы можете сказать почему ну откуда едут куда едут какой статистический профиль репатриантов ответ на вопрос почему едут в основном из россии не украины или других стран бывшего советского союза очень простой просто на территории российской федерации находится более 60 процентов порядка 65 процентов лиц которые по оценкам являются отвечают критериям закона о возвращении то есть на территории до 65 процентов от имеющихся однако и то ли бывший советский и проживающих на территории бывшего советского союза то есть в россии в трое больше чем украине только вот и все самый простой ответ на вопрос если мы посмотрим однако профиль тех кто выезжает из россии и украины идти уже попали под радары министерства ли интеграции то есть зарегистрировались иными словами либо успели оформить выезд на свою визу репатриации в стране исхода или как это довольно часто происходит в украине всеми возможностями используют все возможности для того чтобы добраться до представителя израильского консульства до представителя натива еврейского агентства посольства и драйв и так далее в западной украине или за границей то есть польше в румынии в молдове и так далее то там и соответственно начать процесс оформления визы алии и завершить его уже в этом самом консульском представительстве или завершить его уже после прибытия в аэропорт бен-гурион то соответственно мы увидим что практически и те кто прибывает прибывает из россии и те кто прибывает из украины они более-менее соответствуют социально-демографическим параметрам и расширенной еврейской популяции бывшего ссср то есть иными словами они представляют весь срез еврейства в широком этого смысла смысле этого слова и россии и украины и беларуси и других стран бывшего ссср то есть мы на сегодняшний день являются свидетелями очередной волны исхода ну наверное пусть не численно но социологически похожую на ту которая была в начале 90-х годов первой половине 90-х годов означает ли это что так сказать закрытие странички истории советского и по советского еврейства было отложено 30 лет или наоборот вот когда это ужасная война закончится и в той или иной мере ситуация вернется на круги своя вернется она или нет мы в данный момент не знаем то есть какая-то еврейская жизнь там сохранится это нам покажут ближайшие недели и месяцы у меня вопрос вы сказали что ну просто в россии в три раза больше до имеющих право на возвращение но мы ведь помним что вот это не от того что их просто три раза больше а из того что случилось случились такие действия ну то есть но если чему удивляется газета гаррес что есть такие боевые действия то понятно почему едут с украины а вот почему едут из россии но мы видим уже по исследованиям которые проводились 2017 2018 году что основная масса репатриации из россии она была мотивирована экономическими причинами в меньшей степени то есть и экономическими причинами причинами политическими то есть то что называется значительная часть тех которые ехали в относительно спокойные времена то есть пока еще не было войны вот того масштаба как мы видим сегодня они в общем исходили из того что ситуация в россии радикальным образом ухудшается с их точки зрения экономические перспективы экономической ситуации перспективы политической ситуации поэтому имеет смысл перебираться в израиль я полагаю что подобного рода соображения они в разы увеличились после того как 24 февраля началось российское вторжение вторжение российских войск украину и похоже на то что в этом смысле то как мы называем алия на фоне войны то есть алия на фоне войны это определение но характерно для тех не только для тех которые едут из украины и зоны боевых действий день из россии и мне кто-то из из израильских журналистов сказал что за все месяцы которые предшествовали вторжению по моему и и несмотря на то что израильское правительство постоянно повторяла что надо уезжать надо репатриироваться и для а израильтянам которые находятся в украине возвращаться заявки на репатриацию подала только 48 семей насколько это правильно ну давайте обратимся просто к цифрам да это проще всего так вот я говорю пришел за цифрами ну да собственно я так понимаю что по этой причине я и на вашем канале да так вот стало быть если мы возьмем число тех которые прибыли из всего бывшего советского союза в январе месяца этого года вот таких у нас оказалось 1042 человек то есть чуть более тысячи из них всего лишь 197 прибыли из украины правда по некоторым данным во всяком случае коллеги которые работают в киеве рассказывали что в конце января в начале февраля доля тех которые число тех которые решили проект проект пройти процесс консультирования в еврейском агентстве или так сказать заняли очередь на консульскую проверку увеличилась два раза ну так на всякий случай то есть по большому счету но не факт что эти люди были готовы что они вот уже были на чемодан то есть на сегодняшний день мы видим что так сказать основная масса тех которые двинулись после 24 февраля они не предполагали что ситуация будет развиваться вот таким наиболее драматическим образом тем более что скажем вот как я уже сказал в январе прибыло чуть более тысячи всего да а в феврале до 24 февраля с 1 по 23 из всего из бывшего ссср прибыло 790 человек даже еще меньше то есть народ как так сказать когда начались все эти маневры на границы в белоруссии на границе с украиной так сказать народ немножечко занервничал а потом решили что в общем ничего особенного не будет тем более что скажем так в киеве из руководства украины они слышали успокаивающие заявления от украинского руководства россии они слышали заявление что никто ни на кого нападать по большому счету не собирается короче говоря сказать украинской украинцы и евреи и не евреи не испугались россияне как и большинство политических комментаторов скажем прямо и честно да я тоже был среди них откровенно вам скажу предполагали что речь идет об игре мускулов но война что так такого масштаба во всяком случае она не начнется ну и ситуация оказалась таковой какова она есть в итоге как сказала катя шульман и катерина шульман просто вы все умные а про мы мы просто мы все умные а правы оказались только городские сумасшедшие что вам сказать да да в общем городские сумасшедшие и американская разведка да можно ли считать что это две категории совпадают является является более менее фактом да с точки зрения логики наверное вот так как считалось там 95 процентов экспертов и слушающего их населения наверное так и должно было быть да вот но вероятно те которые принимали решение а тех или иных действий у них руководствовались другой логикой наверное так сказать нам недоступны на сегодняшний момент но доступный городским сумасшедшим да вот именно так и так или иначе с 24 февраля начиная в страну прибыло официально прибыло то есть те которые успели оформить визу на аллея в диаспоре на аналии в диаспоре или сменили статус в израиле чуть более 8200 человек и вот вы видите почувствуете то что называется разницу до 23 февраля по из бывшего советского союза прибыло там 1700 репатриантов с тех пор это число увеличилось практически в 6 раз вопрос были ли какие-нибудь опросы среди беженцев и репатриантов прибывших в израиле о чем они говорят потому что я могу судить только о людях которыми я общался например для меня очень многие россияне которые но прибывшие из россии и сегодня оформляющие статус репатрианта ключевая фраза мы боялись что потом не выпустят вот если вообще опросы и о чем они хотя бы ну я понимаю что они не глубокие они предварительные о чем они говорят но мы на сегодняшний день проводим подобный опрос министерства ли интеграции готовим провести более масштабный опрос партнерстве с институтом брукдел пока что первые ощущения они таковые что участие репатриантов из россии есть ощущение что железный занавес надвигается но полной уверенности в этом нет прибывших из украины ну скажем так наше исследование которым делали по моей методике который все время разработал делал институт евразиатских еврейских исследований евразиатский еврейский конгресс там было видно что порядка 30 процентов евреев и россии и украины решили о том что они будут уезжать из них более 60 процентов израиль а 40 процентов от 25 в россии до 40 процентов они взвешивали они не знают то есть зависимости от ситуации вот похоже что двинулись вот те люди которые говорили нам тогда зале что я приму решение в зависимости от ситуации ситуация на вот такова какова она есть другое дело куда именно эти люди двинулись на сегодняшний день у меня ощущение что значительная часть этих людей предпочла значительное небольшинство значительное предпочла скажем европу где там тоже германию где евреям дают статус беженцев причем не нога на неограниченный срок в отличие от неевреев германии дают на три года до евреям вот так сказать еврейская община добилась для них так сказать статуса и помощи на неограниченный срок так сказать пока они не устроятся но определенная часть тех которые едут из россии там другая немножко история и мы пока не очень понимаем что будет с теми людьми которые так или иначе пересекли границу постсоветского пространства и каков будет окончательные их скажем так окончательная станция я могу вам привести пример из тех которых мы называем тушанинку зрим возвращающиеся граждане на территории россии украины есть в украине проживают там по разным оценкам до 5000 израильтян может быть больше даже в россии таких наверное порядка 25 до 30 тысяч но из вернувшихся граждан за все это время с начала года по большому счету всего 300 человек то есть те которые приобрели израильские паспорта судя по всему но не жили в израиле для того чтобы претендовать на статус возвращающегося гражданина таких намного больше но они находятся вне доступа наших радаров то есть значительная часть их людей видимо прибыла в израиль и так таких таких довольно много но не обратились за получением статуса вернувшегося израильтяне это говорит о том что наверно пока люди не до конца решили я не в конечном итоге собираются и на сколько это все продлится вот именно вопрос такой я ну от людей которые занимаются опросом беженцев в польше в основных кракове это других местах слышал такую вещь что большинство беженцев которые чуть ли не все а когда их спрашивают помогала ли им помогали ли им украинские власти эвакуироваться из зоны боевых действий из-под обстрелов доехать до границы никто не говорит что помогали то есть все отрицают это то есть украинские власти не помогали людьми эвакуироваться говорят ли об этом репетрианты прибывшие в израиль у нас какие-то есть такой вопрос дать на него ответ я пока не могу но по данным focus group люди чаще всего вспоминали не местные власти это нужно признать окей может быть количественный опрос покажет другую картину но пока на сегодняшний день говорят добровольцев говорят религиозных организаций говорят в общинных организациях светских говорят много теплых слов в адрес израильских организаций натив просто израильских друзей за границей говорят всякого рода добровольческих объединениях еврейских и не еврейских власти упоминают об этом намного реже пока окей но опять таки еще раз количественные исследования могут дать нам немножко иной квартир вопрос куда едут репетрианты прибывшие из украины израильские каких городах сегодня и они больше расселяются я понимаю что это не во многом зависит не от них сегодня это во многом зависит не от них пока основная масса клиентов министерства ли интеграции они прибывшие из украины они прибывают вот в то так сказать их расселяют там в жилье который предоставил министерство ли интеграции часть у знакомых родственников часть находит пока жилье на свободных рынках а какие это города в основном это центр страны как правило но еще раз мы с вами а также хайф а также некоторые районы на периферии но опять-таки мы с вами находимся на той информ на той временной точке когда дать какой-то более-менее окончательный ответ невозможно мы говорим большинстве случаях о людях которые так сказать еще не закончили свое путешествие скажем так алия 90-х годов конца 80-х начала 90-х годов она называлась в израиле большая ли я где-то к 2000 году стали упоминать о том что стали говорить о том что люди приезжающие после двухтысячного года это они уже ментально не очень похожи на тех кто приезжали в конце 80-х 90-х это они по языку по ментальности по манерам они совершенно другие вопрос какие потоки и их начали называть независимости практически от стороны приезда путинская ли я потому что и украинцев тоже на прибывших из украины тоже назвали путинская ли я какие в группы подгруппы есть внутри этой путинской алии и чем от них отличается нынешняя ли я нынешний поток репетриантов для людей которые не понимают слова ли я и алия это репетриация поток репетриации израиль ну мы знаем что где-то начиная с 2014 года началась вот та самая путинская алия значительная часть этой алии это люди которые не предполагали иммигрировать вообще не только в израиле вообще никуда за исключением тех которые там была правда большая доля которые колебались и вот то что произошло в 2013 14 году произошло польше позже ну там вы знаете крым наш и все такое да и для тех которые понимали куда двигать движутся события наверное уже это было некоторым индикатором что нужно двигаться вместе с событиями да 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 вслед за событиями так вот значительная часть из них они выбирали между израильными странами запада и большая часть из них большинство статистически значимая да если не радикально это больше половины абсолютное большинство они выбрали израиль по целому ряду причин ну прежде всего потому что это люди которые уже более-менее если даже не постсоветское поколение то люди постсоветского образа жизни это не люди которые являются люди которые то что называется их менталитет ментальность как принято говорить их опыт значительной степени постсоветский которые были уже более-менее везде да и которые в общем строго говоря многие из них особенно из крупных индустриальных культурных центров историчных городов случае при большом желании могли там попасть германию в чехию в канаду соединенных штатах при соединенных штатах при определенных усилиях но которые выбрали израиль потому что вот в израиле они никому ничего не должны не обязаны никого никому кланяться и благодарить я полагаю что когда осядет пыль и когда люди немного успокоятся и мы должны предпринять все усилия для того чтобы это случилось как много раньше я имею в виду из тех которые мы прибыли сейчас после 24 февраля то я думаю что вот это вот военная алия она будет мало отличаться от алии коронный и от алии путинской но у нас у нас было еще как этот поток алии который назывался новая качественная алия то есть алия из больших больших городов были как в маленькие подгруппе и грубке айтишников которые приезжали в определ в определенные годы в тель-авиве была группа этот ну лгбт которые опять-таки когда в россии по этому поводу начали за закручивать гайки к приезжали и приезжали именно а как назовут сегодняшний поток ну что-нибудь как типа военная или спецоперационная алия эпохи эпохи войны и спецоперации случае война это то что там происходит а спецоперация это усилия которые были предприняты для того чтобы репатриировать израиль израиль снова дождался большой ли и как вы правильно сказали сравнимый почти что с ильей 90 почти израиль снова оказался к ней не готов ну то есть пропускная способность израильских ведомств я имею ввиду данном случае не министекста абсорбции сахнут а натив имени стекста внутренних дел оказалось гораздо ниже чем количество чем наплыв людей и большинстве городов с которыми я говорил допустим риховат риховатский отдел абсорбции объясняет что примерно 40 процентов они ждут изменения статуса не потому что у них есть какие-то проблемы с документами а просто из-за огромных очаг идей в альтернативе еще более глупо сильно эта проблема в других городах там очень запущены в ягусалиме если какие-нибудь усилия для того чтобы он просто убил увеличить количество людей на на вратах что называется увеличить количество вратарей приврать насколько известно на сегодняшний день этот процесс очень быстро развивается людей набирают наверное вы видели объявления которые приглашают людей на работу предпринимаются все усилия для того чтобы ускорить процесс никогда такого не было чтобы например в отделениях министерства абсорбции из меня мы могли могли изменить статус по крайней мере начать процесс изменения статуса натив работает 24 часа в сутки я с вами говорю из главного здания министерства абсорбции на улице каплан я никогда таким вот здесь работаю 12 лет я никогда не видела вот таким пустым потому что все так сказать на шетофе то что называется в поле да все старается максимально облегчить ускорить все что так сказать мы можем этой ситуации в какой степени мы можем ускорить процесс на границе в странах которые принимают евреев беженцев из украины и как вы насколько быстро можно рассосать сделать так чтобы рассосался рассосалась пробка в консульствах в россии я думаю что процесс это далеко не завершён но сейчас все происходит намного быстрее чем это было в конце февраля или в начале марта на мой взгляд я не пытаюсь никого оправдать данном случае вот но сказать результаты усилия предпринимаются результатом их видим что касается моей узкой сферы деятельности то есть как ученого как исследователя понять что происходит с этими людьми но за те же 12 лет я никогда не слышал фразы от руководства министерства линии интеграции делай как можно больше деньги сейчас не функция деньги деньги не функция этот бюджет вот сколько надо столько есть для исследований да то есть иными словами завидую этот счастливый момент продлится долго да но пока вот происходит то что происходит просто индикатор того что никто не жмется да люди стараются сделать все возможно все что от них зависит насколько есть ресурсы в их распоряжении спасибо заев с нами был главный ученый министерства абсорбции заев ханин а завершая программу я хочу сказать что вот сегодня утром слышал российского политолога валерий соловьей и он говорит что путин заранее подготовил плода плацдарм запасной аэродром для своей семьи дочери своих дочери кабаевой еще в прошлом году и договорился с одной страной у которой у него доверительные отношения которые не присоединила с санкциям против российской федерации или вернее приняла только очень символическое участие та страна где как кажется путину его родные могут чувствовать себя в безопасности но это такой мягкий намек на израиль как я понял и мне сразу повиделась картинка что скоро кабаева и дочки путина будут жить денег по соседству с леонидом немзлиным поскольку россия с к элита она любит селиться кучно в местах где определенный уровень жизни если кто не понял это было если кто не понял это была шутка а с вами была программа тема дня я ведущий давид эдельман до свидания